Добрый, добрый, добрый день! У микрофона Друг, это студия Игрокам ТВ, и мы начинаем трансляцию матча между командой Empire и командой Alliance. У нас целых два дня не было стримов, и понятное дело, что по стримам я соскучился, и надеюсь, вы тоже. Собственно, матч мы выбрали очень даже интересный, у нас опять время ребродкастов в лайв-ребродкастах. В этом режиме матч, который был сыгран вчера, но мы его не стримили, потому как Dream League нам не позволяет его стримить. А в повторе, в принципе, стримить можно, всем на это уже плевать. Им плевать, а нам очень даже приятно отстримить катку такого уровня. Alliance против Team Empire. Одни из фаворитов, в принципе, европейского дивизиона. Команды сильные, команды мощные. Empire, понятно, вообще вне конкуренции. Alliance тоже усилились. Адмиралом-бульдогом теперь будут, я думаю, рвать когти, пытаться попасть на International во что бы то ни стало. Но для этого им придется опрокинуть и команду Balcanbers Corleone, и Na'Vi, и много-много еще кого. Посмотрим. Ну, испытания проходят команды в основном такими серьезными соперниками, в частности, как Empire. Глянем тут даже, на удивление, Альянсы мне более интересны, чем команда Empire. Команда Empire на данный момент может отдохнуть. Команда Empire получила инвайт прямой на International. Она выиграла Joinedota MLG, она выиграла Majoral Stars. То есть, команда на очень хорошем ходу. Это видно. Тьфу-тьфу-тьфу. Смотрится это все ярко, интересно. Герои универсальные, игроки универсальные, все это понятно. Но Альянсы, в свою очередь, гремели не только на всю Европу, но и на весь мир. Ну, еще бы победители International третьего. Так вот, Альянсы просто вызывали боль в последние полгода. Так вот, теперь гораздо интереснее посмотреть, в каком нынче виде команды Альянс. Те, которые становились кумирами ни одного фаната по доте. Ну, ладно. Все, давайте непосредственно к матчу перейдем. Empire. Забрали себе Undying. Забрали себе Keeper of the Light. Есть Bounty Hunter. И есть пак для Team Empire. Баунти в сложную. Undying в легкую с котлом. Пак в mid-lane. Или пак в сложную, например. Тоже не лишним будет. Но забанили Медузу в последнем Альянсе. И забрали для лоды Phantom Assassin. Clockwerk отправится в сложную. Shadow Demon будет с PA стоять на легкой линии. Или на сложной там. Независимо. Короче говоря, Clockwerk off-lane. Дабла Shadow Demon плюс Phantom на другой линии. Чен отправляется в лес. И Queen of Pain, разумеется, в mid-lane. Стоять против пака очень даже комфортно будет. Стоять точнее паку против квапы. Будет очень даже комфортно в mid-lane. Поэтому есть подозрение, что именно пак у нас и будет в миде. Так и есть. Resolution отправляется у нас в mid-lane. Забирает себе пак. Aloha Dance будет играть на Bounty Hunter. Always Wanna Fly будет саппортить на котле. Silent забирает себе Razora. И Undying от Йоку отправляется в сложную. Вот такие дела. Aloha Dance на Bounty Hunter. Ну, в принципе, это его позиция. Герой, который как саппорт очень даже... Очень даже агрессивен сам по себе. То есть это такой саппорт. Ну, я думаю, вы сами неоднократно наблюдали. Да и на всех официальных ресурсах описывается прошлый Aloha Dance, который не играл на фулл-саппортах до команды Empire. Точнее, отыгрывал, но уже попозже. Герой, который умеет играть, в принципе, в агрессивную доту, который сам по себе опасен для соперников. Так вот, Aloha Dance все это дается. Все это отражается на игре самого Aloha Dance. Поэтому в любой вообще драке, в любом замесе, на передовой у нас Aloha Dance умирает, не умирает, неважно абсолютно. Ну и вот здесь решили дать ему Bounty Hunter. То есть пожертвовали одним саппорт слотом, по сути, потому что Undying отправляется у нас в сложную, и в соло придется формить Разору от Сайлента. Ну и котел, да, котел может помочь от Always One Offline, но сам факт, что с одним саппортом придется стоять Сайленту. Пак отправляется в мидлейн, Йоку на сложную, я уже говорил, ну и, скорее всего, Bounty Hunter, Roam, Roam, Roam. Alliance. Admiral Bulldog отправляется в легкую линию, но отправляется в соло, то есть оффлейн внизу. Phantom Assassin от лоды в окружении. Fucking Mad, разумеется, и, может быть, потом придет Аки. Ну и, конечно же, Queen of Pain у нас на мидлинии. Пайкат на квапе будет стоять против Resolution. Так, у меня огромная просьба, кто у нас в чате сейчас есть, напишите, как по комфорту звука. Звука доты, звука аннаунсера, звука микрофона моего. Вот, что сделать тише, что сделать громче. Потому что мы отключали, переподключали, чтобы ничего не напортачить тут, чтобы комфорт, в принципе, был в эфире. Если не сложно, пару строк. Если все окей, просто плюсики. Поставьте в чат. Я буду знать, что могу быть спокойным и спокойно комментировать. Resolution все-таки будет против лоды. Было у меня подозрение, что лоду отправят все-таки. Тратить здесь 20 или даже 15 в итоге маны на даггер, это тебе не сотку вливать маны на Shadow Strike. Дотску не слышно. Хорошо, что хоть не Вилата, то начнется сейчас. Вилата не слышно. Сейчас доту сделаю погромче. Ну все, вроде должно быть покомфортнее. В мидлейне Resolution 4 на 2, против него лода 2 на 0. Лоде не страшно здесь на самом деле фармить. Лоды вариант для фарма великолепен. Лода играет, во-первых, на милигерое, во-вторых, на милигерое, который имеет дополнительный вот такой ресурс, как даггер, который вливает сейчас уже по 60 дэмэджа. То есть, deny it не вопрос. А дальше будет 100, а дальше 140, 180. Ну, то есть, для крипов прям вообще ад самый настоящий. Silent, not a plane. Вместе с Always One Offline. Крайс, мэй, респектуля тебе полетела. Алоха Дэнс, внизу вместе с Йоком. Даблой решили игроки команды Empire ответить на соло-линию от Бульдога. И тут постепенные выходки от Чена. Выходы и выходки. Ну, в данном случае тут взаимозаменяемые слова. Так, Баунти Хантер забирает у нас Баунти Руну. И Шадоу Демон забирает себе Руну Хасты. И с Резолюшиным будут сейчас проблемы. Есть мана на даггер. Слово это у нас Резолюшина. Резолюшин быстрее или Зори Орб на хайграунд. А куда деваться? Крипам просто отдаваться может Резолюшин. Если получится. Пытается переагрить на себя крипов. Крипы в это время переагрились на факин Мэда. Как ни старался Резолюшин, не получилось. Можно было бы вильнуть и попытаться вниз уйти. На самом деле был даже вариант пешком свалить. Ну, тут рискнул Резолюшин. Риск не оправдан в итоге. 1-0 шот на данный момент. А Лайнс впереди по голде 500. По экспириенсу где-то 150 тоже для команды Альянс. Адмирал Бульдог цепляет у нас Йоку. Через батарея Саут. Йоку через Дикей. Убивает. В итоге Аки сам на лоу ХП. Отпивается Йоку. Йоку в принципе фуловый. Ничего Клоквер здесь делать не может. Рокет Флэр не качал Адмирал Бульдог. Через Коги. Через батарея Саут. Да, мульти дамажащая штука на ранних левелах. Но вот как таковой возможности добить где-то кого-то уходящего. Нет у самого Адмирала Бульдога. Пайкат на лоу ХП. Пофайтился здесь Сайлентом. Я смотрю прям на уран. Шадоу Страйк висел до сих пор на Сайленте. Ну, нашел чем Сайлент ответить. Развалили у нас Пайката. Практически сняли все хеллспойнты. Сайлент уже подпушил под табор. Стоит спокойненько. Фармит крипов. У него 13 на 2 счет. У лоды. А лода на самом деле прямой оппонент Сайлента. Так, так, так. Ловит у нас Алоха Дэнса. Просветили его. Лода 4 левела. Даггер через секунду. Ну, должен уже спадать даст с Алоха Дэнса. Понимает, это алоха. Никуда пока не девается. Все, Алоха Дэнса у нас уходит, а Адмирал Бульдогс забирает в итоге у нас Сандайинга и сам сливается. То есть фраг за фраг. Кровь за кровь. 2 на 2. Становится счет на данный момент. По голде 316. Зарабатывает Клокверк. Больше, в принципе, никто ничего не заработал. Резолюшн. Ловит у нас в сетку. Ну, и Аки играет просто великолепно. Аки на ченни. Ну, это же просто мем какой-то. Это не просто набор героев и персонажей. Игроков, точнее, и героев, которые у него в руках. Аки на ченни известная имба, которая не контрится. Это вам не Рики. Так, Пайкат опять без хеллс-поинтов. Пайкату нравится, я смотрю. Сайлент вообще его не жалуют здесь. Тем более, Плазма Филд у нас идет в макс. Поэтому ловить Пайката несложно. Пайкат у нас постоянно без хеллс-поинтов. Формит просто рахитично. 10 на 1 Пайкат. Против него 19 на 2 Сайлент. 24 на 11 Резолюшн. Кэп сегодня просто в ударе. А Клокверк 17 на 4. 15 на 2 Лода. И Пайкат мы видели. Дальше Йоку немного отстает всего от Пайката. Ситуация похожая, потому что стоит здесь Дабла. Причем Дабла с Квин оф Пейн. Здесь у нас Йоку. Иногда к нему приходит Баунти Хантер. Ну, в общем-то, что Йоку стоит на сложной, что Пайкат. Ситуация идентичная. Если бы не выходил здесь Аки, то, в принципе, у Йоку проблем, по сути, быть не должно. Тапок у Йоку есть. Щиток есть. Да, через батарея саут Адмирал Бульдог его, конечно, забирает. Но в батарея саут можно и не встрять. Не так критично. Что-то от Сайлент. Сайлент у нас перемещается уже в лес. Сайленту. Крипы здесь достаются. Always on a fly задывает. Я понимаю, куда деваются ХП Пайката. Я забыл на секундочку, что здесь же есть Иллюминейт от Котла. Есть у него Чакра Мэджик на 2. Котл, гивми мана. Вот Котл дает всем, кому можно ман. Ну что, факин мэд. Иллюминейт на фул. Ну, половину ХП снимает в итоге Шадоу Демон. Так это Иллюминейт первого левела. Иллюминейт первого левела, который у нас... Который у нас бьет... Сколько здесь бьет Иллюминейт первого левела? 200 бьет немного. Конечно, Олх, Холлоуинс, Уоллафлайю достала здесь. Уоллафлайя в итоге у нас отъезжает в таверну. Счет становится 3-2 в пользу команды Альянс. По золоту. Эмпайр выигрывали 600. Теперь чуть-чуть потеряют преимущество. 750 по экспе. Сайлента ловят у нас. Лода цепляется в Сайлента. Пошел у нас Плазмафилд от Сайлента. И сразу же Статик Линк от Сайлента. У Сайлента дэмэджа, в принципе, не так-то много. Но уходить отсюда, по идее, не должен. Хотя через кусты уходит у нас Сайлент. Дальше за ним Пайкат. И Пайкат на лоу ХП. Пайкат-то здесь умрет в итоге. Нет, Пайкат на 7 ХП выживает. Пайкат остался живой. Но здесь уже Резолюшн. Резолюшн у нас под Сулкетчером. Поэтому подставляться под удар ничьи нельзя совершенно. Ну и что? Always Wanna Fly на котлету. Задувай ты сверху. Не стесняйся, Андрей. Нет, Always Wanna Fly не задувает. Короче говоря, разменялись в плюс для команды Эмпайр. Двоих потеряли Алайнс. Одного потеряли Эмпайр. Да, это потеря Сайлента, но тоже не критично. 645 по золоту, 880 по экспириенсу зарабатывают в этой схватке у нас. Игроки команды Эмпайр. По Галдиане полторы тысячи, по экспириенсу тоже полторы. И Алайнс немножко проваливаются по лайнам. То есть видно, что где-то кто-то недофармливает. И видно это прекрасно справа. Посмотрите на Крипстат. Так, у нас с Курьеров Редианта развалили. Где ты упал, малыш? Курица у нас упала. Вместе с Батлом, вместе с Абсервером. Ну, кто бы это мог быть? Кто бы это мог быть террорист куриный? Это Алоха Денс, конечно же. Зашел в спину, развалил Курьера. Все, в принципе, по гайду. Все хорошо. Баунти Хантер на то и Баунти Хантер. Он должен быть настоящим диверсантом. Где-то по одному кого-то ловить, вырезать. Убивать Курьеров. Курьеров. Вардить-де-вардить, если есть такая возможность. Давать Вижен. Ну, короче говоря, супер-крутая диверсионная группа из одного человека, одного героя. Так, что-то я на чем-то остановился. Какую-то мысль до конца не довел. Наверное, никакую Йоку у нас ловит сетку. Ну и Йоку здесь пытается через Сол Рип хоть как-то поджить. Ну что, Факин Мэд. Гниет здесь под Тамбой. Факин Мэда можно и развалить. Резолюшн прилетает, разваливает Факин Мэда. Три в один пока что подрались. За Пайкатом дальше. Пайкат разрывает связь Дрим Койла. Мог бы ворваться туда Пак. Или Зори Орб через секунду не пойдет уже. Ну и все. Сайлент не достает Лазмофилдом. Понятно, что Пайкат отсюда ушел. У Пайката первого левела Блинк. Я не понял, почему... А Пайкат не застрял в кустах. Да, 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 да. Пайкат только-только Блинк откатился. Короче говоря, подрались три в один. В пользу команды Эмпайр. Квапа опять на фулл рейнш. Ловит. Ой, как курица забавно смотрится. Вон она лежит, бедняжка. Квапа опять на фулл рейнш получает. У нас Плазмофилд. И ХП просто тает на глазах у Квапы. Пайкату тут очень даже больно. От Мэйн Керри команды Эмпайр. Со стороны Империи. Три с половиной золота преимущества. Две... По экспириенсу тоже для команды Эмпайр. У Алохи шестого еще нет. Хотя совсем немножко осталось. У Факин Мэда, разумеется, тоже. Дизрапшн прячет у нас Факин Мэда. Как будто не уйти здесь Алохо Дэнсу через Инвиз. Понятно, что это не проблема совершенно. Просто решил Факин Мэд немножко подслить маны. Молодец. 200 маны потратил. Так, в это время Клокверк опять у нас забирает Йоку. Сайлент в лесу. Огреб вообще дичайшим уровнем. Появляется Даггер для Пака. На 10-й минуте очень даже хороший тайминг для Резолюшна. Это при наличии Нул Талисмана, при Батле, при Бутсов Спид и Мэджик Вант. Если что, Факин Мэда должен ловить. На хайграунд, в принципе, можно разваливать. Не прыгает Резолюшн. Постеснялся. Понял, что может что-то неприятное ожидать его. Например, в виде Лоды. Не хотел бы я с Лодой под Т1 встретиться на 10-й минуте. Тем более, Фантом Ассасин, которая стояла в мидлейне, у которой левела предостаточно. У которой и Блюр тебе 2-го левела, и Даггер 4-го. То есть, все хорошо. Плюс наличие артефактов, видите. Все необходимое у Лоды имеется. По золоту Импайр просели до 3-х. По экспириенсу 2,5. В пользу команды Империи. Факин Мэтт у нас на базе. Лода у нас фармит в лесу. Акки фармит в лесу. И-и-и-и-и. Пайкат опять накаляют. Пайкат у нас под дикеем. 35 хп осталось. Классно. Пайкат выложил Нул Талисман. Выложил Мэджик Вонт. Произал Хасту. Потом вложил в себя Нул Талисман Мэджик Вонт. И начал опиваться. Все это потому, что Сайлент тут бакует на топ-лейне. Убивают. В итоге у нас Пайкат. Они пожалели Дрим Койл. Минус Пайкат. И минус Адмирал Дульдог. Ну что? Трипл килл. В итоге Резолюшн в этом файте делает. Здесь еще и Факин Мэтт расквасился. Всех разваливает команда Импайр. И Резолюшн забирает трипл килл. Для него это прям чудо из чудес. Что тут будет от пака сейчас узнаем. Ну вроде бы по современным тенденциям всем модным, всем этим модным Дота штучкам. Вроде как Глиммер Кейп должен появляться на Резолюшне. Не на Резолюшне конкретно, а на паке. Так что думаю, что Глиммер Кейп купит себе Резолюшн. А дальше увидим. Хекс. С Аганим. Аганим очень недооценен профессиональными игроками в Доту. Почему-то. Ну мне так кажется. Думаю они над этим размышляли. Но я думаю, что и профессиональные игроки прекрасно понимают важность этого артефакта и его пользу на паке. Но как-то все время забивают на него и игнорируют его. Опять же личное мое мнение. Никому его не навязываю. Семь тысяч по золоту Импайр. По экспириенсу пять с лишним тоже Империя. Иллюминейт уже второго левела и уже крипам вот ринжевой еле-еле тут на 13 хп остается живым. Когда у Лисона Флай будет четвертого левела Иллюминейт, понимаете, что целая пачка крипов в принципе умирает. Отпушивать по большому счету команда Импайр может в любом абсолютно положении. Четвертый Иллюминейт позволяет любую пачку крипов разваливать. Лода в Инвизе. Лода видит Резолюшн, Лода видит Йоку. Лода видит... Все, на этом Лода больше никого не видит. Ну и Аки не подходит. Не подходит также сюда Йоку. Йоку у нас спасется по вражеским саммурам. Йоку, кстати, могут и поймать. Факин Мэтт у нас. Отхватывает от Лисона Флай. Ну и здесь Медвежья Услуга от Котла просто сбрасывает вниз. У нас Факин Мэда Йоку разваливается от Чена. Ну и вот вам, пожалуйста, Лода плюс Аки. Все очень просто. Пожалуйста. Стом пошел от Кентавра. Наверное, Шок Вейв от Сатира. Нет, Сатира с Фулманой. Ну ладно, просто тогда с руки расковыряли беднягу Йоку. 8-10 счет. 5 тысяч золота Эмпайр по Экспе немножко ниже, чем 5 у Империи. Показатель. И Пайкат под Фонтан. Пайкату, конечно, тут обрезали кислород. Шестое место по Крипстату. Шестое место по Нетворсу. Пошла Квапа фармить. Пак в это время забирает внизу Т1 команды Альянс. Алоха Дэнс вместе с Резолюшеном. Расковыряли Т1 и пошли на Мидлейн. У нас сейвить собственный Тауэр. Развалили Сайлента. Сайлент погибает внизу. Обалденнейший тримкод от Резолюшена. По троим. Туда же Томп, Стоун от Йоку. Но здесь вся команда Альянс, которая находится здесь, должна разваливаться. Нет, да ладно. Это что, шутка? Альянс уходит у нас в итоге. Адмирал Бульдог уходит, потому что отправляет его перед смертью Аки. А Пайкат, конечно же, поджав крылья в панике на Топлейн. И вот он, супер боец. Давай, догоняй Пайката. Посмотри на нее. Я бы тоже бежал за ней. Она того стоит. Бедняга зомби, а? Дополз и развалился. Ну что, Пайката не убили. Пайката не убили. Это безусловный плюс. А Адмирала Бульдога отправили на базу. Короче, Аки здесь разрулил всю ситуацию. Правда, ценой собственной жизни. Но на то он и Чен, на то он фулл саппорт. Алоха Дэнс в инвизе. Вардов здесь вроде бы нет. Поэтому Алоха Дэнс может не переживать. Я думаю, он понимает, что вардов нет. Крипы на него не агрелись. Герои тоже, в принципе, класть хотели. Адмирал Бульдог под урной от Йоку. Ставит Коги на хайграунд. Подниматься Сайлент не решился. По звуку было понятно, что там ничего хорошего на хайграунде Сайлента не ждет. Эмпайр выигрывает 6000 золота. 2500 выигрывает по экспириенсу. И что? И начинают подходить поближе к товарам команды Альянс. По мидлейну Т2. Начинает пушиться. Все, в принципе, хорошо. Кстати, Сайлент тут, я так смотрю, все без стати клинка. Никто к нему лично не подходит. Если я разваливаю, то где-то в Когах. Быстренько через батарея Саут. Нет такого, чтобы Сайлент у нас плюс 170 демеджа имел. Или плюс 227, да, по-моему, максимальное. Никак не может быть 7, потому что 28 плюс. Короче говоря, 220 чем-то. Нет такого, чтобы Сайлент у нас с фулл демеджем ходил и кого-то с одного удара разваливал. Потому что никто не подставляется. Сайлента либо бёрст демеджем сваливают, либо вообще не прикасаются к нему. 9-11. Но это на руку команде Эмпайр. Мейн Керри может фармить, никто ему не мешает. Всё, в принципе, у Керри должно быть в итоге хорошо. У Сайлента есть уже Мека. Есть Рингов Аквила, есть Пауэр Трэдс и 1400 по золоту на руках. У Алоха Дэнс есть Урпу в Веном, Пауэр Трэдс, Нул Талисман, Мэджик Вунд и что-то ещё. И Ставфу Физодри для Алоха Дэнс. Я думаю, что, скорее всего, Форс Ставф выходит Баунти Хантер. Алоха Дэнс, Боттл, Пауэр Трэдс, Мэджик Вунд, Урнов Шадлс и Ставф Шилд. Хотя нафига вообще ему Форс Ставф. Я думаю, что Алоха Дэнс выходит у нас в Ю, скорее всего. Или Дагон. Дагон, может быть, даже Дагон. Да, это вещь такая для Баунти Хантера. Может, даже самое оно. Но это для Сорвиголовки таких. Но, с другой стороны, Алоха Дэнс у нас, чем не Сорвиголова, парень постоянно в самом центре событий, в кашу. Просто в 7 месяцев. И Алоха Дэнс там по центру рад, доволен, нравится. Так, Йоку уже приобрел себе Виталити Бустер. Есть у него Ставт Шилд. И немножко совсем остается до появления Вангварда. Скорее всего, на Андайинге появится и Кримзон Гвард. Йоку обычно не гнушает с артефактами для команды. Кипер оф зе лайт. Такой кипер оф зе лайт. Ставфу Физердри есть у Олвеса на Флайе. Есть для него Транквил Бутсы и 500 на руках. Теперь по команде Альянс. Они в целом уступают по голде 7500, по экспириенцию 2500. Поэтому супер крутых шмоток. То есть Прада, Дольче Кабана не ждите от команды Альянс. Тут эконом варианты. Блэйд Мейл есть на Адмирал Бульдоге. Пауэр Трэдс есть на Клокверке. Фантом Ассасин с одним Клеймором. Рейс Бэнд 1600 на руках у Лодды. И осталось еще, в принципе, Бродсворд собирать до появления Баттл Фьюри. Пайкат просто несчастный. У него Нул Талисман, у него Пауэр Трэдс. У него Мэджик Лон, Боттл и 1300. По голде. Чен готовится выйти в Мекку, но его подготовление... Так, Баунти Хантер в это время у нас Шадоу Демона развалил. И на лоу ХП здесь еще и Квапа. Квапу развалили. Резолюшн через Дрим Койл. И Сайлент через Плазма Филд. Минус 2 сделала команда Эмпайр. Я это заблаговременно пропустил и проигнорировал. Вы уж меня извините. Квин оф Пейн у нас несчастненькая. Нул Талисман, ПТ, Боттл. Лода мы видели. Клокверк тоже видели. Акки пытается выйти в Мекку и остается немного совсем у Акки. Тут целый рецепт насобирать. Но это не так дорого. В принципе, 19 минут корячился. Покорячится еще пару минут. Может даже будет фуловая Мека на Акки. То-то праздник у команды Alliance начнется. Ну и Шадоу Демон. Подсос полнейший. Урн оф Шадоус. Бус оф Спид. Все. По артефактам, конечно, Эмпайр помощней. Но вы видите, что тут по золоту происходит почти десятка для Империи. Например, такие саппорты, как Котел, могут сами себе позволить фармить без какой-то помощи. Always on a Fly. Бегает. От Пайката до Хукшот. Вот от Адмирала Бульдога не стесняется, Адмирал, потратить свой ульт на саппорта команды Эмпайр. Разваливают Always on a Fly. Еще становится 10-13. Оно того, правда, стоит, потому что за фраги команды Alliance дают много денег. Факин Мэд в это время еще раз решил подфилить. 1-5 счет. Прям великолепно. Империя просто аплодирует стоя у нас Факин Мэду. Не свои помогут, так чужие. 10-14 счет. Ну и 707 за... Что за Факин Мэдопол? 707 голды и 840 экспириенса. Это по какому курсу вообще? Shadow Demon у нас самый бомжовый герой на карте. У него 1700 общий нетвор за 20 минут. За него дают больше, чем давали в итоге за Always on a Fly. Ну, извините. Это просто произвол какой-то от доты. Ладно. Все это, конечно, на руку команды Эмпайр. Безусловно. Но Alliance тоже здесь за чертой бедности не самый интересный коллектив будет. То есть интригу намертво уничтожает... Вот современная... Не современная, а вот текущая ситуация в доте. 10 плюс Эмпайр. 5 плюс Эмпайр. Лода до сих пор без Battle Fury. А уже 21 минута. У него ПТ, Боттл и Battle Fury собирается, собирается, собирается. Ну... Точно, 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 точно. Да, это из-за трека. Прошу прощения, что я там наплужил. Все понятно. Трек у нас, конечно же, на Баунти Хантере. Конечно же, тьма тьмущая денег. Все понятно. Вот вам Эмпайр. Плюс я огромно по деньгам. Fucking Mad прячет себя в Disruption. Вот здесь уже ждут мумии. Ну и все. Вот вам, пожалуйста, догон от Aloha Dance и Killing Spree от Баунти Хантера. Одного героя теряет команда Alliance. За него тоже. Тут деньжить должно быть много, да? 770. Пожалуйста. Вот вам трек. Все, в принципе... Все, в принципе, понятно. Йоку вместе с Silent, Resolution и Always Wanna Fly валит у нас Т1. И бегает Aloha Dance поближе к хайграунду. В пользу команды Alliance, чтобы раздавать шведам треки. Просто какой-то iTunes у нас, Aloha Dance, каждому по треку. Несмешные шутки за 200. Больше не произносить. 12 тысяч Empire по голде, по экспириенсу 7 тысяч в пользу команды Империя. 10-15 общий счет. Ну, Империя давит. Это видно. Империя помобильней, поинтересней в данном случае. Пайкат несчастный. Тут уже Aloha Dance просто издеваться и начинает над своими оппонентами. Баунти Хантер. Есть догон 2-го левела. Вот, поэтому Aloha Dance в соло выключает Fucking Madness 100%. В соло, скорее всего, выключает Чена тоже. Тут разве что Hand of God немножко продлит жизняки. Тоже не критично. 8-го левела Чен. И против него 9-го левела Баунти Хантер. Но что здесь решает? Здесь решает Сюрикен Тос, который бьет по 375. Здесь удары Shadow Walk решают. Ну и, конечно же, Джинада. Все это понятно. Баунти Хантер в скором... В скором времени будет кошмаром для команды Alliance. Золото продолжает расти. Для Империи уже 14 золота. Для них, по экспириенсу, 7 тысяч. Даже где-то 8 может быть. Очень похоже на это. Ну, команда Alliance пока что шансов на победу имеет мало. Можно закомбетчить эту катку без вопросов. Можно удачно пофайтиться. Выформить здесь Лоду. И, конечно, Лода тут люлей бы навешал и поразрывал бы пополам всю команду Empire. Но Лоду не выфармливает, потому что Empire просто-напросто не подставляется. А Лода просто-напросто начинает дорожить своей жизнью. Не выходит на лоу-граунд. Вот в файтах фактически участия не принимает. Баунти Хантер у нас разваливает в итоге Факин Мэда. Еще один фраг для команды Empire. 10-16 становится счет. И полетел Иллюзори Орб в никуда. Пайкат ушел в другую сторону. Пайкат у нас уже на собственном фонтане. Здесь же его ждет Чен. У Аки печаль. У Аки постоянно лоу-хп-шные крипы. Аки сам не фармит и крипам не дает развлечься в собственном лесу. Аки немножко сложноватая игра дается. 14 тысяч золота Empire. Экспириенс 8 тысяч тоже для Империи. Ну все получается на ура. Смотрим, что Лоха Дэнс здесь делает с Аки. Резолюшн. Дримкой ловит двоих. Трек у нас пошел в Аки. Аки развалили. Пытаются унести на собственный фонтан Адмирала Бульдога. Адмирала Бульдога поднимают у нас в Юл. И Адмирал Бульдог уходит пешком. Выталкивает Резолюшн. Очень мобильная комбинация от команды Empire. У всех есть необходимые артефакты. Надо сбить, например, вот этот вот ТП по принуждению на фонтан от Аки. Пожалуйста. Проюзали Юл. Подняли у нас ветра Клокверка. До свидания, Клокверк. Бегай пешком. Надо вытолкнуть Резолюшн. Резолюшн выталкивает. Выталкивает его кто? Скажите, пожалуйста. Наверное, котел. Да. All this one of fly выталкивает у нас Резолюшн. Ну, то есть Empire, конечно, выглядит тут просто хорошо укомплектовано. То есть деспособный боевой коллектив. Команда Alliance свою игру немного потеряла. И это уже бросается в глаза. 15 тысяч золота Empire. 8 тысяч экспириенс. Ну, что обсуждать? Просто начинается загон с кота у нас на хайграунде. Не знают, что делать с командой Империи. Игроки команды Alliance. Адмирал Бульдог врывается у нас на Баунти Хантера. Алоха Дэнс живет. Ухиливается стиками. Алоха Дэнс в итоге сливается и забирает его лодой. Забирает Доминейтинг Стрик. И убивает еще у нас и Сайлента. Empire нашли, чем ответить команде Alliance. Они пошли и отдали двух своих самых серьезных дерзких ребят. Во-первых, Баунти Хантера, который имел хороший стрик. Во-вторых, Сайлента, который мейнкерри. Найте вам, пожалуйста, подарок. А то как-то скучно уже играть. Хорошо, ладно. Ну, по голде здесь Alliance, конечно, поднялись просто великолепно. По экспириенсу, думаю, тоже таких деньжищ Alliance просто отроду не видели. В данной игре так точно. У Адмирала Бульдога уже 3100 на руках. Совсем немного. 1200 золота. И Адмирал Бульдог будет уже с аганимом. А это тебе и хпшка. Это тебе и кд. Очень даже классный на хукшоте. Фака у нас ловят на... Ловят у нас на реке. Резолюшн уходит в шифт. Алоха Дэнс провязал у нас на Пайката Дагона. Алоха Дэнс с Дагоном не знаю даже какого левела. Пока что второй Дагон у нас у Алоха Дэнса. Резолюшн уже гадлайк. Ну и где этот Резолюшн? Где ты это делаешь? Резолюшн у нас в итоге отдает лоде. Гадлайк стрик. Тысяча голды для лоды просто катнуло. На тебе лода, купи все что хочешь. 3600 в итоге. На руках у нас Фантом Ассасин. А это целый башер. Это фактически немного денег тут остается лоде до... Ну как, одна пачка крипов и все. Это башер плюс Хелм оф Доминатор. Отличная помощь. Просто тут гуманитарку какую-то Эмпайр с вертолета сбросили. Команде Альянс. И все это капнуло лоде. Сначала доминейтинг стрик Алоха Дэнса. Теперь гадлайк стрик Резолюшн. Ну, не верю я, конечно, что команда Эмпайр может эту катку слить. Но вы видите, все к этому идет. Очень классно. Клокверк, например, развалил у нас Баунти Хантера. Без проблем абсолютно. Так, теперь по параду странных артефактов. Баунти Хантер у нас с третьим догоном бегает. И Пак у нас бегает с третьим догоном. Парад странных артефактов окончен. Андаинг уже приобрел себе Кримзон Гварту. Йоку еще тысяча по золоту есть на руках. У Сайлента готовится Кераса. Хипперстоун уже приобрел себе Сайлент. Есть Мека, никуда не девалась. Аганим Цептер у него есть. И Ринго Факвила с обязательными вещами. Такими как Мэджик Вунд и Пауэр Трэдс. Сайлент провязал у нас Eye of the Storm. Начинают валить Тауэр потихоньку. Но Крипов здесь нет. Задувает у нас уже Резолюшн. Его задувка в принципе пачку Крипов разваливает. И возвращаются назад у нас Крипы Маги. Начинают бить Тауэр. Значит можно его спушить. Команда Alliance. В спину Эмпайр заходит. Эмпайр сейчас рассредоточится. И просто-напросто агребут. Мне так кажется. Дрим Койл у нас в одну Мартретку. Мартретка у нас прыгает. Разваливает в один удар. Котла. Неудивительно. На лоу ХП Сайлент. Сайлент в таверну. Пока что 2 в 1. Факин Мэтт в Дизрапшине. Факин Мэтт умирает. Йоку здесь Кримзон Гвард провязал. Ну и пытаются Томп Стоун развалить. Разваливает Томп Стоун. У Адмирала Бульдога БКБ сейчас уже закончится. У Лоды. Уже закончилась БКБ. Нельзя давать Лоде уходить. Лоду у нас убивают. Забирает его Undying. И Йоку тоже умирает. 3 в 3 подрались. Просто битва. Я не знаю. Первая сетка уходит у нас Шейп Шифт Пак. Ну тут ненадолго ушел у нас Пак. В итоге подрались безусловно в пользу команды. А Лайнс вы видите. 900 голды для Альянсов. До этого драка была равная. Драка была наравне что по голде, что по Экспириенсу. Алоха Дэнс дорезал у нас очень быстро. Квин оф Пейн и отлетел Котлу на собственный Фонтан. Что, Баунти Хантера 5-го левела Дагона. Алоха Дэнс на самом деле тут вообще супер мощный. Сам по себе Алоха Дэнс быстрее лететь отсюда. Иллюминейт у нас от Котла. Иллюминейт же это называется, да? Нет, это не называется Иллюминейт. Иллюминейт это не то. Так, что у нас развалили в итоге Пака. Развалили Котла. Классно подрались игроки команды Эмпайр. Забрали Квапу, которая у нас... Кстати, Квапа 4 раза-то всего умерла. А по ощущениям намного больше. Факин Мэтт тоже в таверну. Аки в таверну. Здесь уже вот разу Рая в Зусторм начинает жестко валить. Плюс Кримзон Гвард на Сайленте. Дефа много. Скорость атаки большая. Реген хороший. Если что, есть Мека, можно провязать. Полторы тысячи по голде для Сайлента. Пайкат созрел у нас к Хексе. Ну так 31 минута. Молодец. Пайкат просто умница. Несмотря на количество своих походов пешком на Фонтан. Несмотря на то, как сильно у нас Квапу гнобили на всех линиях. Пайкат в принципе программу минимум выполнил. Сайт оф Вайз для Квапы есть. Дальше дела должны быть немножко получше для Ланса. Я не говорю, что это какой-то важнейший артефакт, который сейчас с ног на голову всю катку поставит. Нет, ничего такого. Но плюс один удачный мув от команды Ланс точно будет. А это где-то может во фраг влиться. А где-то какой-то мелочи может Эмпайр не хватить. И тут, гляди, Эмпайр в пятером сольются. А потом байбэкнутся, еще раз в пятером сольются. И 10 в 0 дерется Альянс, заканчивает эту игру. При самом хорошем раскладе, конечно же, файте. Ну, такие изменения здесь не будут. Но вы понимаете, Пхекс всегда лучше, чем его отсутствие. Заходит под смоком команда Альянс у нас на Рошана. Эмпайр топтались, топтались на Рохе, развернулись. Не по вкусу им пришелся Рошан. Развернулись, ушли, пусть забирают Альянс. Альянс. И Альянс таки забирают. Не сложно. Йоку у нас с Том Стоуном. Ставь Тамбу, Йоку! Йоку не ставит Тамбу. Йоку разваливается. Дримкойл у нас по троим. Дримкойл классный. Резолюшн. Пока что в шейп-шифте начинает файтиться. Ну что, минус 3 делает команда Альянс в этом файте. В итоге. Резолюшн улетает на хэкграунд. Здесь в Ёлках и остался. 3 в 0 пофайтились. Голды заработали 2700. Альянс экспириенса 4500. Класс. Подрались просто великолепно. Игроки команды Альянс немножко подправили свое положение по голде. С 15 уже до 10 скатились. По экспириенсу в ноль. Вот такая вам империя. Что за люди? Чего же вам дотку не слышно? Надеюсь, так получше. Альянс в это время идут по топ-лейну. Ну, 33-я минута у нас подходит к концу. Тауэр забирают. Денайт некому. Пайкат ловит у нас Йоку. Пошел шладоустрайк в Йоку. Скримов пейн от Пайката. Ну и Йоку должны здесь убивать. Лода врывается в него. Кримзон Гвард пошел у нас от Йоку. Сайлент вместе с Йоку под Кримзон Гвардом. Дизрапшн прячет у нас Сайлента. Сайлент через Авиавзе Шторм. В принципе, иллюзии здесь может развалить. Убивают у нас Аки. Убивают Факин Мэда. Ну, а остальные все в рассыпную. Пайкат отсюда валит. Адмирал Бульдог вообще даже подходить близко не хочет. Неинтересно. По итогу этого файта Эмпайр зарабатывает полторы тысячи. По экспириенсу 1880 зарабатывает команда Империя. Ну, прям поднялись так поднялись. При том, что растеряли здесь 8 тысяч экспы. И по голде с 15 до 7 свалились. Ну, крах просто Империи. Тут уже пора самое время наносить ответный удар. 22-29 счет на данный момент. Давайте по артефактам пробежимся. Пока небольшое затишье. У Розора. Рецепт на Керасу, Хипперстоун. Плейтмейл есть. Осталось только Чейн Мэйм купить. У нас Сайленту есть. Аганим есть. Аквила и Мека для Мейн Керри Комманды Импайр. У Баунти Хантера Дагон пятого левела. Орбов Веном, Пауэр Трэдс, Мэджик Уонд. И что? И 1400 на руках. Полторы тысячи. У Андаинга, в свою очередь, есть Геос Септер. Есть Кримзон Гвард. Пауэр Трэдс. Плейтмейл. Урну в Шадлз. И ничего больше. Что там по золоту? 1900. Ну, будет что-то. 2000 голды все-таки. На руках у нас у Андаинга. Улез Фунафлая. Есть уже вот такая вот приятная вещь. Пойнт Бустер имеется. Есть Форстаф. Есть тапки на реген ХП. Ну и пак с пятым, наверное, догоном. Так и есть. И 2200. На руках у нас у Резолюшина. И надо собирать Хекс с команди Импайр. Хекса, по сути, нет ни у кого. Кому же его собирать, если не Резолюшину. Тем более, Резолюшин неплохо у нас убивал. Классные стрики имел. Так, Алоха Дэнс. Кого ты убил? Алоха Дэнс провязал у нас до гона. В кого? В лоду врывается у нас Резолюшин. Ловит Хекс. Ну и Соник Вейв здесь по Резолюшину не попадает. В итоге у нас уходит в Шифт Резолюшин. Сидеть будет до конца. Бьется Абкоги. Поднимает сам себя в ветра. Еще раз Шифт. Не успевает. 80 секунд не будет. Резолюшина. Задувка неплохая. Атолусь у нас Флая. Лода встает после потерянного Эгиса. Минус Сайлент. Адмирал Бульдог у нас врывается. Вообще ни в кого. Просто в когах месиво у самим собой Адмирала Бульдога. По итогу этого файта 2 в 2 подрались. Выкупился Резолюшин. Пришел на Т2. Готов файтиться дальше Баути Хантер. Забирает у нас Чена. Ну и 2 в 2 драка. 2 в 2 не считая байбека Резолюшина. Резолюшин перед самым последним... Перед самой последней секундой каста ТП разваливает Пайката. Пайкат отправляется в таверну. Счет становится 24-32 по итогам этого файта. В плюсе команда Эмпайр, несмотря на байбек Пака. Пак заработал деньжат. В итоге остался, конечно, в минусе. Но это лучше, чем никого не убить после байбека. По экспириенсу, в принципе, все ровно. Даже по голде тут 150 преимущества. Ну, согласитесь, несерьезно на 37-й минуте. Графиком абсолютно классно. На последний файт будут идти ровненько. И по золоту, и по экспириенсу. Мне кажется, или там фарм пошел у нас от Баунти Хантера. Да, Баунти Хантер у нас фармит за счет догона. Ну а что, маны 180. КД здесь. Ничтожные 15 секунд. Дэмэджа 800. Бей не хочу. Always Wanna Fly. Пока еще без Аганима. В Курьере ничего. Always Wanna Fly нет. Тысяча голды на руках. Вот. Флай, в принципе, в Аганим-то перспективу выйти имеет. Фармить ему не особо мешают. Да, он много умирал. Но при этом и ассисты есть у него и по крипам. Проблем быть не должно. Потому что вы видите, да, что задувка делает. Задувка у нас делает вещи. Все, пошел с руки сатиров добивать. Такой хитрый. Промаж еще задувка. И промажет же. Нет, да. Нет, да. Нет, да. Промазывает Always Wanna Fly задувкой. Как не стыдно. Если пешком пошел бы обижать, это вообще была бы истерика. А пешком, точнее, пошел бы оббегать, чтобы кого-то добить. Ну ладно. Флай не такой совсем, как я сейчас его показываю. Это дичайшая редкость. Вообще, саппорты команды Empire на редкость хороши. Они универсальны. Тут тебе и обычные фулл саппорты, которые сейвят тебя в любой ситуации. Драчуны типа Алуха Денса. Которые вообще как просто пьяные типы в баре в любой файт готовы влезть. Главное, покажись просто на линии. А не покажешься, я сам пойду тебя найду. Но это уже не бар. Это... Какие-то выходки рабочих кварталов. Короче говоря, классно. Укомплектована команда Empire. И приятно это знать перед International. Перед International. Empire. 10 тысяч золота. Experience. 4 с... С половиной, наверное, для Империи. Ну и готовы заходить на хэгграунд. У Баунти Хантера, в принципе, пока ничего нового не появилось. Шивас Гвард есть у нас. У Йоку уже готовый. Под ноль закупился у нас оффлейнер команда Empire. Сколько тут до... Бабочки. До Бабочки остается... Да, в принципе, прилично так фармить Алуха Денцу. До Бабочки еще 2 с копейками. Resolution видит fucking MEDA. Видит здесь Пайката. Пытаются Алуха Денса здесь поймать. Не получилось у Пайката сделать ничего. Хотя нет, все получилось у Пайката, да. Соник Вейв свое дело сделал. И тэп-аут 1, тэп-аут 2. Просто какая-то гоп-компания. Команда Alliance. Спросили позвонить телефон. Развалили у нас очень быстренько Баунти Хантера. Забрали с собой телефон и улетели. Молодцы. Классика жанра. Resolution. Выходит, скорее всего, в Хекс. Ultimate Orb уже имеется у мидера команды Empire. Ну и голды еще хватит на Войт Стол. Осталось 2 700 до появления Мистик Става. Сайлента выталкивают. Сайлент с Керасой. Сайлент с Мекой. И Лода, в принципе, класть хотел на Меку со своими критами. 154-го левела. Понятное дело, что Лода здесь пробивает. И сквозь Керасу, сквозь все-все-все на свете. Ну и Лоду Йоку здесь, кстати, очень сильно накаляет. Лода у нас в итоге уходит на хайграунд. Вот Йоку умирает под собственным Т3. Ну и команда Empire теряет. Только Сайлента в этом файте. Немножко пораньше у нас умер Баунти Хантер. Мы это видели. И минус 3 делает команда Empire. Можно заваливать на хайграунд. Да, неприятно, что здесь есть Лода. С другой стороны, Лоду неплохо харасит Алоха Дэнс с Resolution. В принципе, пару раз пятый догон пускаешь в Лоду. И смотри, как он корячится лежит. Так, байкат у нас орет на Алоха Дэнс. Алоха Дэнс в Инвизи выталкивает его. Алоха Дэнс в Инвизи выталкивает в Олесу на Флай. Прошел у нас крит по Йоку. Лода разваливает еще и пака. Криты просто чудеса творят. Ну и что Лода? Даблкил теперь минус 4 в составе Empire. Tombstone, конечно же, Лоди. По Нетворсу Лода, обратите, пожалуйста, внимание, 22100. Против него Resolution 19100. 15800 Silent. И дальше, конечно, бомжовый пайкат. Ну, хотя, кто еще бомжовый? Посмотрите, Silent вроде бы в команде победителей. Участвует, а выигрывает совсем немного у Квапы. То есть там 2-3 крипа. Это потому, что в данную секунду Разор фармил на мидлейне. А Квапа просто по лесу бегала, цветы нюхала. Ну, теперь Квапе, разумеется, догнать несложно будет Йоку. Дальше уже пропасть в 2000. На такой высоте это действительно решает. 29-35. По голде Empire потеряли. По экспириенсу, пожалуйста. И по золоту, вы видите, 6... Где-то, может, 6500-7000. В пользу команды Empire. По-прежнему есть преимущество, но динамика не радужная для команды Empire. Опять падает для Лода Эггис. Что происходит? Почему Empire не бьется у нас за Роху, мне вообще непонятно. Лода у нас любит свою команду. Поэтому Лода без Аркана. У Лоды коса от Лоды. Поэтому Аркана это у нас... В принципе, позерство полнейшее. Так что Лода у нас верен в своей команде. 6000 по голде, по экспе. Все. Empire скатились в ноль и даже ниже немножко. Где-то на уровне ПГГ, а может, даже и ниже. Перефразируя известную цитату про Высоцкого. Алоха Дэнс на хайграунд. Заходит. Ловит у нас Алоха Дэнс Абисал Блейд. Минус Алоха Дэнс. То же самое, я так понимаю, происходит с паком. Шейпшифту уйти не получается. Йоку тоже, скорее всего, от Лоды сейчас огребет. Криты по 1450. Еще и Даггер залетел от Фантом Ассасин на 400 с копейками. Минус 2 делает команда Лайенс. Что-то мне подсказывает, что Empire эту каточку сливают. В смысле, не специально, а проигрывают просто. Потому что сейчас команда Empire непонятно, каким образом может убивать Лоду. Кто будет убивать? Кому убивать? Убивать Сайленту? Нет. Если в соло драться не успеет, у нас Сайлент насосать дэмэджа. Вот просто успеет. Сложно здесь против Лоды, в принципе, теперь биться. У Лоды 2000 хп. У Лоды есть встроенные вороты. У него есть Абисал Блейд. У него Баттл Фьюри. У него БКБ Доминатор. Всего предостаточно, посмотрите, на количество дэмэджа Лоды. Лода месяц руки просто как чокнутый. А если проходит крит, мы видели 1500. Но для Сайлента 2 крита, нет Сайлента. Ну, постоянно, конечно, задувка, а то вы соно флает. Так-то выстоять можно, но товара потихонечку падают. Пайп оф инсайт провязала команда Alliance. Это все Чен. Заботливая мамочка о своих зверушках тут печется. Ну, зверей пришлось увезти. Сатир такой накачанный. К лету как будто подкачался. Никогда не обращал внимания, что у нас Сатир. Супер спортсмен, бодибилдер. С Урсой все понятно, тут тяжелая Атлетика с Кентавром. Тоже все ясно, но что, Псатир. Так, по золоту. Эмпайр выигрывает 5000, по экспириенсу 6000 проигрывает команда Империя. Печаль полнейшая началась для российского коллектива. Шведы поджали, поджали по всем абсолютно показателям. И что самое неприятное, все деньги сконцентрированы в руках того, кто в них больше всего и нуждался. Команда Alliance выформила своего мейнкери. Он обгоняет на 3000 самого богатого человека команды Империя. Я говорю о резолюшине на паке. Резолюшина NetWars 21400 и 24150 для лоды в это время. 46 минут позади. Короче говоря, лода к лейту вышел просто великолепно сильным. Все, у лоды получилось на ура хорошо. Always wanna fly. Ловит у нас Хекс от Пайката. Ну просто развел на Хекс. Go fight, пацаны. Go fight. Ну команда Alliance тоже стесняется, не знает куда им выходить. Здесь у нас диверсионная группа из Алоха Дэнса. Завербовал у нас Resolution. На Resolution теперь у нас вместе с Алоха Дэнсом ходят. Пойдем, говорит, прикол покажу. В принципе, с двумя тадагонами одного точно выключают. Должны, по крайней мере. У Баунти Хантера печальная печаль. Игл Сонг остается Игл Сонгом. Ничего себе Алоха Дэнс пока приобрести не может. Кстати, я-то думал Алоха Дэнс у нас выходит в... Во что? В бабочку. Но здесь же есть вариант поинтересней. При условии наличия пятого Дагона, ясен пень, что здесь будет Этериал. Этериал, через который... Сквозь который будет пробивать Дагон и будет пробивать жесточайшим уровнем. Поэтому, скорее всего, Баунти Хантер, я думаю, что все-таки в Этериал у нас выйдет. Ну что, команда Эмпайр под Смоком. Выходят к реке. В это время команда Лайонс на своем хайграунде. Никто не спускается, не видит Империю. И проверять и знать вообще не хотят, где находится Империя. Придут, пофайтимся. Не придут, отлично. Постоим по фармингу. Красавчик Алоха Дэнс. Просто разваливает крипам моментально. В один клик. Ну, чё стесняться на самом деле? Сколько? 180 я подзабываю все время эти цифры. Вообще, мое гуманитарное образование не позволяет мне запоминать так много цифр. Так вот, Алоха Дэнс через Дагон поставил. Сколько тут? Сколько маны требует? 180. Забыл опять. Алоха Дэнс не стесняется здесь Дагон давать куда угодно. В принципе, оно вполне оправданно. Что ж, тут пока с Лоды спадет БКБ. Лоду надо пробивать. Сайлент переживает БКБ Лоды. Лода файтится тут непонятно. С Томп Стоуном или с крипами или с кем вообще не ясно. Лода просто отъедается на ровном месте с крита одного от Йоко. Ну, здесь Сатаник на Лоде. Иди сюда, Лода. Лода отправляется в таверну. Выпадает из него гем. Тут прям дроп вообще у нас из Фантом Ассасин валится. Минус 3 делает команда Эмпайр. И тут они по золоту заработали очень много. По Экспе тоже поднялись. Я думаю, прям на ура. Адмирала Бульдога будут стараться ловить. Почему Адмирал Бульдог на месте? Что случилось? Это были Коги или что это было от Бульдога? Я... Или Сетка была. Что это было? Почему Адмирал Бульдог у нас залип на месте? Так, Пайката. Ловят и что? Это Тим Вайп скорее от команды Эмпайр? Да, это Тим Вайп. Это еще один гем или тот же гем? Вообще без разницы. Сейчас узнаем. Да, Котл забирает у нас один гем. И все. В принципе. Тим Вайп от команды Эмпайр. Они показали, что готовы драться. Что могут раскатить соперника. И вот вам, пожалуйста, 5000 золота. 9-100 экспириенс. Все прям великолепно-привеликолепно. Три раза провязал за файт догон у нас. Резолюшн. И Алоха Денс тоже хотел бы такие показатели. Но Алоха Денс у нас очень рано умер в файте. Поэтому только один догон. Этериал появляется для Баунти Хантера. И повторить. 2-600 на руках у пака. По золоту Эмпайр выигрывают 6-7 тысяч. По экспириенсу графики идут вниз. Но пока что Эмпайр проигрывает 3000 экспы. То, что они готовы на открытом пространстве файтиться. Это, я думаю, поняла и команда Альянс. И сама команда Империя понимает примерно, где да как надо драться с Альянс. На что их провоцировать. Куда вытаскивать. Тут позволяет, в принципе, ситуация раскатить команду. Во-первых, 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 неуловимый Мститель Резолюшн. Который то здесь фейсшифт уходит, то поднимает себя в Юл. Плюс здесь Ленка. Так, факин Мэтт у нас. Ловит Этериал. Ловит 2 Дагона. Алоха Дэнс у нас ловит Абисал Блейд от Фантом Ассасин. Уходит в Инвис. Его просветили. Дрим Койл. Алоха Дэнса развалили. Здесь его хейтит команда Альянс как только может. Резолюшн. Взбивают ему Ленку в свинье. У нас Резолюшн. Разрезали пополам свинью. Разрезали, а в ней Резолюшн. Киндер сюрприз. Ему тоже досталось. Минус пак. Минус Баунти Хантер. Команда Эмпайр на ближайшие 50 секунд. Остается без Дагонов. Тоже бывает. По Галде Эмпайр выигрывают 11. По Эксперинсу спустились в 0. Но сейчас ситуация немножко изменится. Факин Мэнда разменяли на мидера. Разменяли на важного игрока. Разменяли на Баунти Хантера. На чьем счету 8 голов уже. Да, и ребят, напомню, что игра вчерашняя на самом деле. Игра в рамках Дрим Лиги третьего сезона. Играется в формате Best of 2. Два матча. А мы сейчас ее просматриваем и в лайв режиме комментируем. Это история игрокам ТВ. Для вас работает друг в эфире сейчас. Не забывайте подписываться на наш канал на Твиче. Можете точно так же подписаться на канал на Ютубе и группа ВКонтакте. Это все вспомогательно. Это чтобы вы знали, что у нас было и чего от нас ожидать. ВКонтакте анонсируются все события грядущие и все прошлое, что мы уже отстримили, выкладывается на канал Ютуб. Ну и заливается в ВК. Но главное это, конечно же, Твич. Это все для веса и солидности. Чем солиднее мы будем в глазах организаторов выглядеть, тем быстрее нам дадут возможность стримить официальные турниры. И мне кажется, что мы созрели уже к этому. Так что ваша помощь тут будет более чем полезной. Примного буду благодарен. Все, спасибо тем, кто подписался. Продолжаем нашу трансляцию. 10,5, даже где-то 12 Эмпайр выигрывают по голде. По экспириенсу 2000 тоже в пользу команды Империя. По мидлейну проходит у нас Эмпайр. Немножко дальше идет Котел. Во-первых, задувать. Во-вторых, если что, кого-то к себе отправить. Ну что, Лода врывается в Алоха Дэнса. Туда же врывается у нас Адмирал Бульдог через ульту. Ну и Баунти Хантера выхиливают. Глимер Кей провязали по Алоха Дэнсу. Все живы в составе команды Империя. Иллюминейт у нас пошел от Котла. Все живы и в Алайнс. Все готовы файтиться. Разваливает у нас Саки. Дальше Дагон Факин Мэда. Факин Мэда у нас под Этериалом. Бегает Резолюшн. Вместе с Йоку добивает Факин Мэда. А Луха Дэнс тут уже по сложившимся традициям отправляется в таверну. Ну и Пайкат лесочком-лесочком быстрее к себе на базу. 1800 выиграла команда Империя в этом файте. 2800 по ХП. В принципе можно драться. Можно драться. Стоило жить и работать. Стоило. Команда Импайр должна в принципе сейчас идти на хайграунд. Пока минус 2 сделали. Понятно, что там Лода, там Пайкат по-прежнему жив, там Адмирал Бульдог в порядке. Но не будем забывать, что численное преимущество всегда остается численным преимуществом. И не важно, кого вы убили. Каких-то супер Скорпионов типа Фантом Ассасин или Рахитов типа Шадоу Демон. Которые на 54-й минуте просто несчастно выглядят. Кстати, Шадоу Демон у нас выходит в Аганима. Что дает Аганим? Замедляет врагов. Невосприимчивых к заклинаниям. Это я все знаю, но... Сквозь БКБ бьет. Или нет, или всегда бил. Он всегда бил. Да. Что же дает Аганим на этой... На этом герое. Напишите, что на Шадоу Демон не дает Аганим. Пожалуйста. В чат будет у нас ликбез для комментатора. Буду премного благодарен. Ну что, команда Эмпайр. Давит здесь по Лоде. Давит по Аке. Сайвен бежит у нас с Айф Зу Сторм. Айф Зу Сторм чуть больше, чем наполовину сработал. Лода в панике разваливается. Аки тоже разваливается, но это не новость для команды Эмпайр. Да и для команды Альянс, тем более Сайлент. Дальше у нас за Факин Мэда. Ну и пошел статик линк по Факин Мэду. У Сайлента плюс 28. Это в принципе немного. Ну и что? И Факин Мэда развалили. Все. Прочекали где? Через Плазма Филд. Минус 3 делает команда Эмпайр. А Адмирал Бульдог тоже у нас неплохо здесь огребает. Ловит его здесь Алоха Дэнс. Дагон, где твой? Или Этериал? Что-нибудь Алоха Дэнс? Этериал полетел в Адмирала Бульдога. Офигеть, как больно бедняге Алоха Дэнсу еще раз в Таверну 10 раз. Минус 3 делает команда Эмпайр. Одного теряют в свою очередь. Ну и перемещаются на центральную линию. У Сайлента по-прежнему нет рефрешера Арба. Есть Аганим, нет рефрешера Арба. Выкупается у нас Баунти Хантер. Уже здесь Алоха Дэнс. Не зря. Выкупился вместе с Резолюшеном. Выбивают Квапу, поднимают ветра здесь Адмирала Бульдога. Ловят Ивоши. Возгвард от Йоку. Этериал полетел от Алоха Дэнса. Пайкат готов файтиться. Самое печальное для команды Алан. Что у Фантом Ассасин нет байбэка. Нафиг такая мартретка кому нужна? Непонятно. Денег куча. Нетворс. Топ на карте. Был. Проигрывает Резолюшн. Ну, понимаете, да? Такое количество на Фантом Ассасин и на паке. Разные вещи. И, тем не менее, линия нижняя уже упала. Мид лейн свалился. Топ лейн за 20 секунд должен упасть. Главное, удачно пофайтится Эмпайр. Дагон на Дагоне. Дагона погоняет. Все время выстрелы я слышу от Дагона. Но здесь команда Эмпайр Дагонами просто загнобила своих оппонентов. Факин Мэтт. Ловит у нас Плазмофил. Ловит у нас Дагон от Алоха Дэнса. Да сколько, черт побери, можно? И откатился Дагон у нас Упака. Ну-ка, еще один звук. Еще один плевок. Я жду. На Лоха Пайоку. Резолюшн. В Адмирала Бульдога можно же. Резолюшн. Аки забирает через Дагон. Еще один Дагон от Алоха Дэнса. Это просто снится будет команде Альянс. То количество Дагонов, которое Эмпайр позволили себе собрать. Вроде бы всего два, но с кулдауном восемь секунд. Это просто полнейшая печаль. Пайката разбирают. Минус пять. По пять Дагон от Резолюшна. Сколько же ты раз его за файт использовал? ГГ пишет. Команда Альянс. Пожалуйста, можно я посмотрю файт река. Пожалуйста, Дота. Пожалуйста, разреши мне. Есть. Можно. Нет. Да, можно. Покажись. Вот так. Так, Дагон от Резолюшна был использован семь раз за файт. Семь раз. Шесть раз использовал этот артефакт Алоха Дэнс. Ну, не чудо ли это? Конечно же чудо. Шесть Даггеров и пять Даггеров там. Четыре Этериал Блейда. Шесть Дагонов. Короче говоря, жесть, как много кнопок. Нажала команда Эмпайр. Поздравляем их с победой в этом матче. Ждем ответку от Элайнс. Пусть соберутся, пусть смотрятся поинтереснее. Адмирал Бульдог. Когда мы увидим Лоун Друида? Нейчерс Профита забанили в прошлой игре. Тоже не видели мы. До этого я смотрел. Классно Адмирал Бульдог играет на этом герое. Какое удивление для всех. Ладно, не забывайте. Пока у нас небольшая пауза. Две-три минутки я передохну. И мы возвращаемся на второй матч между командой Эмпуайр и командой Элайнс. Пока эта пауза делается, не поленитесь. Правый, левый, нижний угол. Нажмите фоллоу на наш канал. Сердечко пока на зеленом не загорится. С вас не убудет, а нам невероятно приятно. Все, услышимся через 2-3 минуты. До скорой связи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok